Друзья, приветствую вас! Если вы смотрите это видео, значит, вы родитель, и вас заинтересовало очное лечение в центре БРДАВИД. Меня зовут Марина Бабич. Я тоже была в свое время таким же родителем, которому дали информацию про центр, и меня, в принципе, заинтересовало сразу туда поехать. То есть не было никаких сомнений. При этом, при всем, эту информацию мне дали с таким, знаете, большим скепсисом. Но я присмотрелась, зашла на YouTube-канал центра, попала на видеоролик ЕСЭФ, где она рассказывает про причины расы аутизма. И после этого ролика я четко понимала, что все, я туда должна поехать. И все наше общение с Давидом было только на тему того, ну вот именно технических моментов, как туда попасть. И на тот момент мне не хватало информации, а что именно происходит внутри центра, как происходит работа со специалистами, как это выглядит изнутри, вот реально не хватало. Поэтому, когда я туда приехала, я делала нарезочки фото, видео. И в знак благодарности центру, в знак благодарности ЕСЭФе и Давиду, и для тех родителей, которые рассматривают вариант визита в центр, я решила снять этот ролик и показать вам, что происходит внутри, как происходит работа со специалистами, и просто вам передать свои собственные ощущения от этого. Потому что, в принципе, я не могу точно, досконально вам описать эту методологию, всех методов, которые используются. Я могу просто как обычный родитель, как человек, передать свои ощущения, вот что происходило. Вот, поэтому, надеюсь, вам это будет очень важно и полезно. И, наверное, первый человек, о котором бы я хотела рассказать, специалист, это ЕСЭФе. Конечно же, потому что, ну, это невероятный какой-то человек. И, честно говоря, когда мы приехали в первый день, а мы застали как раз вот этот момент переезда центра с квартиры действительно в такое большое помещение, я не ожидала то, что мой ребёнок, ну, как бы Владик заснёт у неё на сеансе. То есть для меня это было что-то вообще невероятное, потому что ребёнок, который в другой стране, как бы в чужой обстановке, с абсолютно чужими людьми, когда мы пришли на сеанс к ЕСЭФе, она положила свои руки на голову, и Владик просто начал засыпать. При этом при всём это не было ещё время его дневного сна. Это был абсолютно чужой человек. И я была в таком, ну, приятном шоке, потому что я реально поняла, что вот, ну, что-то здесь, есть какая-то сила у человека, потому что просто так не бывает. И на самом деле это, наверное, единственный специалист, кого я снимала меньше всего, потому что каждый раз, когда мы заходили на сеанс к ЕСЭФе, в принципе, все специалисты центра, они работают и с родителями тоже, да, то есть сначала, например, берут ребёнка обязательно, а потом кого-то из родителей. То каждый раз, когда мы приходили к ЕСЭФе, я просто не могла с ней наговориться, потому что такое количество знаний у человека в этой сфере, да, ну, наверное, потому что лично пришлось столкнуться, кто знает или видел ролик на канале центра о том, почему, в принципе, Давид и ЕСЭФа этим решили заниматься, да, те знают, что у них такая проблема вот с доченькой произошла. И до этого ЕСЭФа занималась целительством, она просто лечила вот своей энергией, своим даром взрослых людей от разных заболеваний. Она мне тоже про это рассказывала, и разные примеры рассказывала. Действительно, в это можно верить, в это можно не верить, но когда ты понимаешь, что это работает, и когда я видела вот реально там за всё время, пока мы были, я даже, ну вот чтобы не соврать, наверное, порядка 25 семей, я уже, честно, не помню, но видела очень много деток разных, и я видела, как они все менялись, да. Действительно, вот можно в это верить, можно не верить, но это работает. И, кстати, очень было приятно, что в тот момент, когда мы были, ЕСЭФа сказала, что на основании твоих вопросов и на основании ещё там вопросов мам, которые приехали, я уже решила снять видеоролик. И уже есть отдельные ролики давно на канале, где ЕСЭФа рассказывает о своих способностях, о том, как это происходит, как это у неё получается, но это на самом деле работает. И, в принципе, причина, почему включил меня именно видеоролик ЕСЭФа, потому что в нём, вот этот ролик причины расы аутизма, потому что в нём, по сути, была вся информация, к которой я уже пришла как-то самостоятельно, где-то собираю её по крупицам. И здесь, когда я включила, я не знаю, как вот просто что-то свыше меня вот сказала, посмотри этот ролик, я включила, и я реально понимаю, что вот здесь концентрат всего, к чему я вот всё это время шла, да, что всё-таки это всё равно связано с нейровоспалением, это всё равно воспаление клеток мозга. И это даже та информация, которую потом я узнала у врачей, которые, ну, как генетики, да, ведут деток. С чем это связано, что это может быть связано с вирусным поражением, как, вероятно, это было у нас. То есть вот когда я это всё увидела в концентрате, да, я поняла, что я должна ехать. Вот. Дальше вы увидите, в принципе, и это тоже отрезок, когда Владик засыпал. Потом он, конечно, на сеансах уже перестал засыпать. Но, что очень важно, вот ЕСЭФа отмечала такие моменты, которые мне, как родителю, знаете, было, может быть, незаметны. Да, вот один из дней, когда мы пришли, она сказала, у Владика изменилась мимика. А я сначала так думаю, ну, что, как она могла измениться? Она говорит, а ты не видишь, у него появилось выражение лица. И действительно, одно из улучшений, которое сразу было у ребёнка, вот буквально под конец визита в центр, это то, что у него действительно появилась мимика. За счёт чего? Это я уже потом поняла, что вот это вот нервовоспаление в центральной нервной системе, оно отражается на иннервации вот этих всех мышц. И получается, я потом начала обращать внимание, и с другими мамами тоже общалась, что действительно приезжают детки, которым, например, два годика, три, а у них мимика ребёнка шестимесячного. То есть вот эти вот все части, лоб, да, вот эти, они не двигаются. И когда вот подключается иннервация, благодаря работе всех специалистов центра, действительно у деток появляется мимика. То есть он начал поднимать бровки, когда что-то кушает, да. Вот я только благодаря Сефе вот такие изменения видела, потому что когда ты смотришь на своего ребёнка, ты думаешь, вроде бы он не меняется. На самом деле, ну, поразительные изменения. Но вообще про изменения Владика я ещё расскажу, наверное, под конец, да, которые у нас произошли. Вот, поэтому, в принципе, Сефа — это, ну, потрясающий просто человек, рядом с которым просто хочется находиться. Это очень мудрая женщина. И, ну, я не знаю, как это происходит, но когда она накладывает руки, ты ощущаешь жар именно в тех местах, где у тебя проблемы. То есть она вот накладывает там на грудь, на живот, на таз, на разные вот места, где вот она чувствует и видит, что есть у человека проблемы. И где-то ты ощущаешь это как нейтрально, а где-то такое впечатление, что просто от рук вот реально пылает вот этот жар. И я вот, допустим, супругу говорю, слушай, а тебе было бы тут горячо? Он говорит, нет, мне было горячо совсем в другом месте. Ну вот как такое может быть, да? Я тоже там с родителями общалась, они это подтверждали. И когда вот даже Владику Ясефа прикладывала ручки, он там начинал капризничать, она говорила, что ему сейчас просто очень как бы, ну, жар идет, сильный дискомфорт на головку. Вот, поэтому действительно, ну, это самый первый специалист, о котором бы я хотела сказать, потому что Ясефа потрясающий вообще человек, целитель, и на самом деле это так и есть. Да, Эдико, 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 Опа, скажи. Да? О, как это? Ну, сегодня заигрывал там с Римом. Заигрывал там, Лайкс, 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 Лайкс. Лайкс, Лайкс, Лайкс. В одну щипань. Молодцы. Субтитры сделал DimaTorzok Еще один главный специалист, и без которого, в принципе, без них не было бы центра Берд Давид, это, конечно же, Давид. И многие его знают, потому что это первый человек, с которым вы общаетесь, когда хотите попасть в центр. И на самом деле я, наверное, был одним из тех родителей, который реально съел Давиду мозг перед тем, как поехать, потому что у меня было очень много вопросов технического характера. И очень многие спрашивают, сколько дистанционно мы там общались с Давидом перед визитом. На самом деле у нас было порядка шести сеансов, и они все были в основном направлены на то, чтобы созвониться. И я задавала вопросы, где проживать, как питаться, то есть такие технические нюансы. И я даже просила доказательства, что это официальный центр, и Давид мне сбрасывал лицензию на бизнес. Ну то есть все общение, которое получала Давида, это было абсолютно адекватные ответы на вопросы. И как бы подтверждение то, что все окей, как бы все легально, все как бы, ну вот центр есть, приезжайте. Поэтому благодарна очень Давиду и за его сеансы, потому что мы дистанционно продолжаем общаться. А что касается самой работы Давида в центре, когда вы туда попадаете, вы понимаете, что это человек, который помимо того, что он проводит сеансы, вот еще там курирует все процессы. То есть это такой вездесущий человек, который организовывал и организовывает там всю работу, за всем следит. И Давид проводит сеансы, он проводит их не каждый день, он сам определяет, какое количество сеансов необходимо, и работает больше с родителями. И Давид тот человек, который умеет очень хорошо, ну я бы так сказала, вправить мозг относительно того, что от настроя родителей, от состояния внутреннего родителей зависит и в принципе развитие и успех ребенка. Потому что я, как и все, наверное, приехала в центр в таком очень угнетенном состоянии, в ужасном. И на сеансах Давида ты действительно раскрываешься, он сам просит говорить, да? Вот я сейчас говорю и волнуюсь, он сам просит говорить самые такие глубокие твои какие-то чувства, проблемы, озвучивать их, и он помогает их проработать. Ну на самом деле на самом ютубе канале компании уже видно, как сеансы проводит Давид. Это определенное там, ну человек лежит, и он дышит определенным образом, и Давид в этот момент делает определенные какие-то манипуляции, какой-то тоже массаж. Но самое главное, что это действительно тебя переключает. И мы уехали с центра какой-то такой очень мирной семьей в любви, хотя все родители особенных деток, они знают, что межличностные отношения, когда у тебя есть особенный ребенок, они очень сильно страдают. Поэтому в этом плане Давид, конечно, очень хорошо переключает. И я потом, когда уже под конец пребывания, Давид постоянно подходит, смотрит и говорит, ну ты уже другая, ты меняешься. И я потом уже начала понимать, что да, действительно стала какая-то больше жизнерадостная, начала оценить то, что есть. Я перестала как-то там на эту проблему смотреть, как на проблему вселенского масштаба. И когда вот приезжали новые родители, новые мамы, я видела их состояние, я понимала вот этот контраст, что я точно такая же приехала, а уезжаю, я уже чуть-чуть другая. И действительно вот за это огромная благодарность Давиду, потому что, ну, по сути, это философия всего центра, потому что когда я подходила к доктору Аркадию, чтобы он подписал мне свои книги, и он мне там писал, ну, надпись, там «Очаровательная Марине с пожеланиями любви», и я сказала, что, наверное, у меня будет хорошее самочувствие и внутреннее состояние любви, когда у моего ребёнка всё будет хорошо. И он сказал, что нет, всё должно быть наоборот. И на самом деле вот эта политика центра, что сначала родители должны, вот мама в первую очередь, себя чувствовать комфортно для того, чтобы чувствовал себя комфортно, ребёнок развивался. Вот, поэтому благодарю я Давида, ну, просто и я сейфу обожаю, и очень сильно благодарю этих людей за те изменения, которые есть у моего ребёнка. «Оно всё в трубке». «Оно всё в трубке». Ещё один специалист, который работает в центре, это доктор Аркадий. Он проводит сеансы крайне сакральной терапии, он делает сеанс массажа. Конечно, я повторюсь, не специалист, не могу так правильно рассказать про КСТ, про эти сеансы. В принципе, это связано с выравниванием крайне сакрального ритма, в который входит и головной мозг, и спиной мозг, и вся нервная система, за счёт чего улучшается работа всей нервной системы. И один из таких побочных явлений КСТ это то, что у деток, у которых действительно были родовые травмы, связанные с черепом, направлено на то, что действительно выравнивается, потому что наш череп, он, по сути, дышит. Он постоянно совершает определённые ритмические такие движения, которые связаны с этим крайне сакральным ритмом. И это происходит у всех людей, абсолютно даже у взрослых. И нажатием на определённые точки этот ритм выравнивается. И я видела даже, когда была в центре деток, у кого действительно череп менял свою форму, у нас этого не произошло. Это не значит, что это произойдёт у всех. И именно с этой целью Давид, деда, который приезжает, если вы не подготовились дома заранее, он их побреет на лысо, для того, чтобы было видно вообще состояние черепа. И уже когда я приехала в Киев, мы начали искать центры развития для Владика, и мы попали на какой-то центр, в котором нам тоже предложили сеанс КСТ, так очень осторожно, потому что люди не знают, как в принципе другие отреагируют на какие-то нетрадиционные методы, потому что в принципе у нас не принято, чтобы врачи назначали остеопатию, КСТ, ещё что-то в этом роде. И привели нам такой пример, что у них был ребёнок с явной деформацией черепа, с одной стороны, до такой степени, что приходилось ему отращивать волосы, чтобы это не бросалось в глаза. И на сеансах КСТ у ребёнка полностью выровнялся череп, и соответственно уходит вот эта травма, первопричина вот этого внутричерепного давления, которое очень часто бывает у наших деток. Что касается массажа самого Аркадия, Владику, конечно, это не всегда очень нравилось, но мы делали всегда, даже если он покрикивал, то есть никаких проблем, всегда всё до конца доводил Аркадий, и при этом при всём, если вы видите ролики Аркадия, то в жизни он гораздо такой более, как по мне, хрупкий мужчина, но при этом он делает взрослым такой, я бы сказала, конкретно не хрупкий массаж, потому что мы когда первый день приехали, нам ребята сказали, ну вы готовьтесь, завтра Аркадий, он там любит локтем нажать на спину. И на самом деле мы это ощутили в первый же день, потому что у него такой конкретный хороший массаж, который разбивает все вот эти зажимы, и это, конечно же, довольно-таки сильный, такой жёсткий массаж, после которого может где-то что-то побаливать, у него там определённые такие виброспециальные штуки для спины, я даже не знаю, как называется, вот, но он по сути это всё разбивает, а потом доктор Шлома, о котором я дальше расскажу, он, когда может пришёл, говорит, я вижу тут по вам, что уже поработал Аркадий, уже есть как бы всё, все косточки на место поставить, уже гораздо проще. Ну и, конечно же, само общение с доктором Аркадием мне тоже всегда приносило удовольствие, потому что, в принципе, я веду блог в Инстаграм, и у меня очень много мам, особенных деток с разными проблемами, и пока я была там, они мне задавали эти вопросы, я каждый раз, когда приходила к Аркадию тоже на его сеансы, я задавала вопросы и всегда получала очень развернутые ответы в виде прям научной лекции, всегда было очень интересно с ним общаться. Действительно, человек с очень глубокими знаниями, но если вы знакомы с Аркадием, с его биографией, вы знаете, что он очень много всего прошёл, очень доктор с глубокими знаниями, с разным опытом, поэтому дальше вы увидите видео, работы этого специалиста. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Следующий специалист, это доктор Шлома, который просто потрясающий специалист в своём деле, это понятно сразу. Сеанс проходит очень быстро, очень тонко всё делает, в чём суть? Занимается непосредственно хиропрактикой, также он подключает методы к СТ, если необходимо, например, если Владик приходил раздражённый, раздражённый, непосредственно на сеанс к Шлома, то он мог провести сеанс КСТ для того, чтобы успокоить нервную систему. Первый раз, когда мы пришли, для нас это было очень, конечно, интересно, потому что он действительно работает, что такое хиропрактика? Это по сути поставить позвоночник на место, это если простым языком. Настолько умело он берёт шею, он делает какие-то вроде бы такие простые движения, но ты чувствуешь, как у тебя всё становится на место, где-то что-то похрустывает, и даже после первого раза, ещё вот что немаловажно, то что это то, что делает ребёнку, делают и родителям. И ты реально ощущаешь на себе, как уже там, допустим, проходит третий день, а ты совершенно по-другому ощущаешь своё тело. И ты понимаешь, что значит у ребёнка тоже, да, где-то что-то так же происходит, это очень немаловажно. И вот после первого раза, как Шлома даже мне шею поправил, у меня было такое ощущение, что у меня шея до этого абсолютно не двигалась. И вот она реально как на шарнирах начала так плавно двигаться, всё хорошо. И на самом деле у меня сидячая работа, постоянно какое-то напряжение в области шеи. И я хочу сказать, что в принципе сложно таких специалистов найти по месту. Да, потому что вот в чём плюс Биер Давиду, и почему мы туда в принципе решили ехать, потому что эти люди, они собраны все в одном месте. Действительно самых классных специалистов Давид и Асефа собрали для того, чтобы умножать эффект от того, что они могут дать. И дальше вы посмотрите нарезочки работы Шлома, я думаю, будет понятно и интересно. Поворачивай. Ладно, ты уже сам. Сегодня весь у нас день вот такое настроение. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Еще один специалист Это доктор Асав, который занимается рефлексотерапией или иглорефлексотерапией. Но меня на самом деле пугало, как будет, допустим, Владик переносить иголочки. Но Асав, он определяет, например, деткам он ставит магнитики. Он определяет по состоянию взрослого, нужны ему иголочки или нет. И кому не надо, он даже взрослым ставит эти магнитики на вот эти точки. Ну, в принципе, как работает рефлексотерапия, насколько я понимаю, это стимуляция определенных точек, через которые проходят определенные меридианы, которые, в принципе, включают весь организм в центральную нервную систему и помогают решать проблему на уровне первопричины. Кому интересно, можете тоже загуглить, почитать, что такое традиционная китайская рефлексотерапия, потому что, насколько я понимаю, Асав именно этим и занимался. Родителям ставили иголочки, деткам магнитики. Притом эти магнитики, они, ну, на первый взгляд, такие вроде просто наклеечки безобидные, но когда ты с ними походишь вот под конец дня, уже ощущаешь, как действительно, ну, идет давление на точку, и это даже доставляет небольшой дискомфорт. Вот, поэтому не все детки могли прям с этими магнитиками ходить два-три дня. Ну, в принципе, ну, нас специалист сразу предупредил, что если сильный дискомфорт, и ребенок снимает, тогда мы, конечно же, снимаем. У нас получалось там иногда и по полтора дня быть в магнитиках. Вот, и, ну, сразу видно, что специалист просто мега реально крутой, потому что человек не говорит. Вот это единственный специалист, который не говорит на русском языке. Переводчиком является Фира, дочка Давида. Она передает информацию, да, как переводчик. Но он, ему можно ничего не говорить. Он просто как-то смотрит на тебя, и, в принципе, уже по тебе, по каким-то там точкам, что-то понажимав, он уже может озвучить, какие у тебя проблемы. И очень интересно происходит сеанс, потому что, в принципе, я знакома с иголочками, да, и никогда так не встречала, чтобы именно таким образом определяли точки. Он нажимает какую-то точку, потом выбирает другую точку совершенно в другом месте, и спрашивает, вот тут больно, да, допустим, да, больно, это реально вот какая-то болевая точка. Он ставит тебе иголочку в первую точку, и все, ну, как бы здесь уже не больно. И, ну, это все настолько быстро происходит, и сразу ощущается, вот, профессионализм человека, и многие родители, кто проходил, ну, как бы курс, да, параллельно с детками, они отмечали улучшение самочувствия благодаря вот именно этим сеансам. Поэтому, ну, действительно, Асаф очень классный специалист, и мы очень рады, что мы у него были, что мы к нему попали. Ну, уже нравится, да. Или отвлекают, пусть это. Ну, чего кричать? Чего кричать? Еще один замечательный специалист на тот момент, когда мы были, это был новый специалист, это доктор Рима, с которым было тоже очень интересно общаться, потому что она первая открывала ассоциацию объединения врачей и родителей детей с аутизмом для того, чтобы искать пути решения этой проблемы. И действительно, когда я пообщалась с Римой, задавала вопросы относительно всех методов лечения, традиционных, диеты, различных добавок, я услышала очередное подтверждение тому, что у каждого ребенка аутизм — это абсолютно индивидуальная история, и нет никаких универсальных вообще методик, каких-то добавок, которые реально помогали бы всем одинаково. Поэтому еще раз в этом убедилась при общении с Римой. Рима, она делает непосредственно корейский точечный массаж, это тоже влияние на вот эти энергетические точки, через стимуляцию которых идет подключение меридиан энергетических, которые питают органы, нервную систему, периферическую нервную систему. И она сначала проводит диагностику, то есть она там нажимает какие-то точечки, смотрит, где какие-то зажимы, а потом непосредственно происходит сеанс массажа. Что отмечали все родители у Римы? Все очень прям хотели к ней попасть, потому что человек умеет найти подход к детям. Вот если вы попадались, попадался вам когда-то такой педиатр, который действительно его любят дети, которому хочется прийти, вот это доктор Рима. Потому что на первом же сеансе на ее корейского массажа Владик расслабился, он какой-то включенный такой был, все время смотрел на нее. Он вел себя потрясающе спокойно. Потом уже, когда в точке уже она объясняла, что более проработанное, ему в этих местах становилось щекотно. Он уже там, конечно, хихикал, но вот даже после первого общения с Римой, он ее потом, как раз она вышла немножечко отдохнуть, попить чай, он взял ее за руку и ходил с ней по центру, что в принципе было несвойственно для Владика, чтобы он к чужому человеку пошел и начал ходить за ручку с ним. При этом стою я, Рима предлагает пойти ко мне, ему как бы не хочется к маме. То есть насколько вот действительно положительный человек и насколько детки себя комфортно чувствовали. И мне мамы рассказывали, что многие тоже детки расслаблялись и засыпали. И насколько я знаю, Рима еще, по-моему, подбирает масла какие-то. Вообще, в принципе, в центре Давид каждой семье, каждому ребенку подбирает какие-то определенные натуральные вещи, добавки, какие-то, может быть, мази, какие-то капельки, которые нужны именно этому конкретному человеку. Это он все дарит всегда безвозмездно. Просто берите, и действительно ощущается такое гостеприимство душевное, как будто ты попадаешь в какую-то семью. И дальше вы посмотрите нарезочки работы Рима. Маме, скажи пока, пока со мной? Нет, маме, маме, а со мной оставишься? Пока. Ну, почему же, разве не было? Фин, Фин. Фин, 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 Фин. Итак, если просуммировать, да, то, по сути, что происходит в центре? Это мы по очереди проходим специалистов. Не все специалисты присутствуют каждый день. Например, вот когда мы были, Асаф приезжал три раза в неделю. Шлома тоже не каждый день. Каждый день была всегда Асафа, Аркадий. И просто поэтапно мы проходили всех специалистов, которые в этот день принимали. И, в принципе, после обеда уже все свободны. И тот вариант проживания и гостиницы, потому что мы тоже, когда приехали, мы думали, а почему центр находится в одном районе, а предлагают проживание именно в совершенно другом. Потом мы поняли, потому что, на самом деле, в том районе, где расположена гостиница, в которой рекомендует селиться Давид, там действительно есть что делать во второй половине дня. Там рядом стена плача. Буквально 20 минут пешком, и вы уже возле стены плача, возле святых мест. Да, вы можете каждый день буквально ходить, гулять по очень красивым местам. И действительно, если жить в районе прямо возле центра, ну, честно, там нечего делать. Возле центра удобно, там есть маркет, можно купить продукты разнообразные, да. В том же районе, возле гостиницы, есть рынок, есть магазины различные. Вот, тоже все очень удобно, на самом деле, подобрано. Поэтому я вот в этом видео постаралась передать, в принципе, что происходит внутри. Я надеюсь, вам это было очень полезно. Вы немножечко, как бы, заглянули, да, что там происходит, потому что я знаю, как, ну, родители, которые тоже хотели поехать. Мне было это очень-очень интересно на тот момент, узнать, а что же будет там непосредственно происходить. И еще такой момент очень важный, который, возможно, вас интересует, это, ну, каким образом изменился наш ребенок. Потому что, когда мы приезжали в центр, уже, получается, в январе 20-го года, Владику было уже 4,2. И первое, что я отметила, это, и, в принципе, все, вот, когда мы приехали, вернулись после очного лечения в центре, ну, просто ребенок приехал другим. У него появились нормотипичные быстрые реакции, он стал более жизнерадостным, у него появилась мимика, у него появилось моторное подражание, которого до этого просто не было. Потому что для того, чтобы, там, добиться от него какого-то звука, там, Владик, делай У, А, там, или еще что-то, он даже особо не хотел смотреть на твой рот, не говоря уже о том, чтобы как-то, там, повторять это, да. То есть после центра это, ну, включилось сразу же. Он начал по просьбе поднимать бровки, а мне еще когда-то, ну, логопед один сказал, что пока вот нету вот этого моторного и крупной моторики, и на лице вот этого моторного подражания, очень сложно запустить речь, если ребенок не может, да, владеть мимикой. Потому что это же все мышцы. И даже если, допустим, ребенок готов говорить, у него уровень понимания уже есть для того, чтобы говорить, если нет вот здесь вот иннервации, вот этого всего, ему будет это сложно делать. У него включилась крупная моторика подражания. То есть если он до этого, ну, там, Владик, похлопай, Владик, попрыгай, да, ну, как-то это было все равно. Сейчас он это все делает, ну, реально, как, ну, по сути, уже как на свой возраст ребенок. Он перестал бояться там каких-то высоких горок. Вот сейчас он себя ведет на площадке, как обычный ребенок его возраста. То есть в плане физического моторного подражания, в плане того, что с ним можно, то есть логопедическая работа просто сейчас, ну, пошла в разы быстрее, и просто она началась, скажем так, потому что до этого было невозможно от нее чего-то добиться. И что мне приятно, что даже специалисты центра, куда мы ходим, да, там, логопед, нейропсихолог, мне было очень приятно, что они не там, не брали вот изменения Влади как свою заслугу, да, они отметили, что действительно после визита в центр ребенок приехал другим. И мне все время логопед наш любимый говорит, вы не торопите ребенка, он у вас только проснулся, он только включился, ему сложно, да, это вот все еще постигать. Но вот он действительно после визита в центр стал обучаемым, да, вот то, что родители поймут. Он начал больше понимать, и я еще вам как родитель скажу, не гонитесь за речью. У меня тоже раньше было такое, что надо, чтобы была речь. Пока у ребенка нету понимания, вот у него должно быть реально развитие на уровне понимания всего вокруг, да, процесса вокруг, всего, что его окружает. Он должен понимать этот мир, что происходит, какой у него распорядок дня вообще, зачем это все. Когда у него будет понимание, у него и речь идет. У нас сейчас есть подвижки в речи, у нас, конечно, сейчас больше идет, как эхололия, он больше повторит. Слова повторяют легко, конечно, со своими моментами, но для нас это огромный прорыв, потому что я реально вижу, что ребенок может уже говорить предложениями. Теперь вопрос только как бы в работе нас, в того, что готовы в него вкладывать, да, работа специалистов и всех педагогов, да, всем, чем мы занимаемся. Поэтому я очень рекомендую ехать в центр, потому что действительно это включает ребенка, это просто его как, ну, в нашем случае это как ребенка пробудило, да. И мы еще когда приехали, бабушка не видела ребенка длительное время, пока мы были в центре. Я говорю, мама, ну вот ты, допустим, Владика не видела. Вот мы в первый же вечер приехали, говорю, что ты можешь сказать? Она говорит, ну, ты понимаешь, что он просто другой. Что я могу сказать? Он просто другой. Он как действительно, как стал, как мальчишка, любознательный, ему стало все интересно. Он, ну, действительно, очень быстрые реакции. То есть если раньше, ему надо было там несколько рассказать, вот на лету все начало происходить. Поэтому я желаю всем вам, если вы действительно искренне хотите побывать в центре Бердави, все-таки там побывать, желаю вашим деткам восстановления полного и скорейшего. И желаю всем вашим семьям от всего сердца здоровья и любви. Всем спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова